привет привет вот такая я красиво начинаю этот влог в общем сидела дома берегла себя и вся простудилась вчера весь день у меня голову стреляла в висок вот сюда вот куда-то как в нерв кожа очень такая болезненно вчера не досняла в общем вот так меня обсыпала всю со всех сторон ужасно смотреть конечно капец значит вчера пошла купила цикловир обычный тут у меня есть или нет у меня был какой-то старенький из италии я еще покупала вот такой цикловир 2 они 5 процентный цикловир сандос вот вчера купили мы обычные сходили в аптеку не дали нам на него этот как рецепт когда по рецепту покупаешь от врача то берешь со скидкой и почему-то не дали рецепт на обычные процитамол я говорила что у меня еще и вот здесь вот стреляет болит голова тоже не дали странно очень целый день я промучилась в общем сегодня у меня все это налилось губа вся помимо этого еще и видимо сама отекла я вся намазанная и в аптеке нам предложили такое средство значит мазюкулку дорогую типа завиракс она одна стоила около 10 евро где-то 8 с чем-то общем 9 евро и портстамол какой-то у них тоже был дорогой что-то за 4 евро в общем получалось где-то евро на 15 в среднем и она значит год еще вовнутрь можно пить вот это средство показывает и думаю хорошо что я разбираюсь вот в этих травах там значит написано в этих бадах там написано что это и лизин плюс и финацея плюс витамин c и цинк кажется в общем это для поднятия иммунитета и цинк для поднятия иммунитета и витамин c который мне дома тут завались полно всего этого стоит или лизин у меня единственную кончился мне по моему он был когда-то я убрала айхинацея вообще точно однозначно нельзя то есть а я и говорю у меня аутоиммунка говорю мне нельзя на мне так смотрит типа сейчас бы продала вот и не дешевое средство я просто к этому хочу сказать что у многих есть вот и вот этот герпес он вылазит он не такой а вот типа поясающий герпес я девушку недавно смотрела она рассказывала что в японии тори чан я ее смотрю я люблю потому что японию тему японии кореи вот и она сказала что все кто работают в офисе в офисном секторе очень многих японок вот это вот как раз беда опоясающий герпес в 20 в 30 лет это в основном болезнь для для старческих таких ну старческая болезнь в общем для престарелых людей опоясающий герпес он появляется когда у нас слабый иммунитет слабый организм какой-то стресс произошел и вот это может взбудоражиться то есть вот это вот бактерия она сидит где-то на подкорке на нервных окончаниях вокруг спины и если вдруг что-то произошло такое стрессовое она может взбудоражиться и начать беспокоить и потом вообще от нее никак не отделаться вот и вот этот вот лизин очень многие можете посмотреть на херби заказывают именно из японии и именно по этой причине что постоянно стресс и переработки сидят на работе и в общем мои бабушки произошло я значит ей заказывала она пила габу внутрь она пила цикловир внутрь и что-то еще и по-моему я мне кажется ей тоже заказывал лизин и вот у нее сейчас намного намного лучше с этим что не получается эта болезнь моя вторая бабушка у нее получается эта болезнь очень ее беспокоило года два врачи наши российские не могли отличить никаким образом вообще ничего не делали с этим только выписывали вот эти мази то есть это поверхностное нанесение больше ничего внутрь ничего они не приписывали и в общем у нее как бы запустилась началась немножко старческая деменция вот не стало очень сложно разговаривать уже 80 лет в общем вот такие дела поэтому кому надо знайте что можно купить попробуйте лизин пропить он тоже по-моему как-то влияет на иммунитет но если пить только его все равно лучше чем вот это в совокупности то что я сейчас перечислила предлагали мне в аптеке купить там получается и хина c и цинк и витамин c в общем для рассеянного склероза это бомба замедленного действия ни в коем случае нельзя поднимать вот таким образом иммунитет вот такой вот ядерной бомбой все надо аккуратно постепенно и недолго если даже это витамин c вы простыли и болеть нельзя при этом заболевании то лучше пропить 500 грамм мне кажется вот витамина c или лучше вот купить тот который я когда-то показывала у меня всегда стоит в аптечке это капли грейпфрутовых косточек он много где продается но на и херби он один из самых выгодных он и здесь я знаю в каждой есть не в аптеке а вот где испанские такие как это называется эрбористерия в общем называется от слова эрба трава в общем привины такие вот закоулки магазинчики где продаются вот эти все бады здесь это как отдельный вид искусства отдельный вид лечения ужасно на меня смотреть конечно с такими губищами вот пошла я лечиться спасибо за внимание если было интересно не забывайте ставить лайк писать внизу комментарии всех целую своими большими при большими губами не болейте пожалуйста и думайте головой прежде чем что-то покупать что вам советуют врачи или фармацевты тоже включайте голову изучайте этот вопрос смотрите читайте роти копайте вот не хватайте в общем все что вам дают потому что врачи не всегда знают полный набор того что у вас есть вот в общем за день применения у меня уже получше состояние но я в основном молчу пить конечно есть неудобно ложка в рот как-то тоже неудобно вылазит потому что это все конечно распёрла хотела сказать про то что какая у нас зима у нас уже зима почти кончилась сегодня 26 января вообще как таково здесь что-то холодов даже не было в прошлом году феврале был еще холод но возможно вернется но я уже что-то сомневаюсь у нас такой циклон пришел что у нас где-то 22 градусы на улице мы сейчас все сидим клад карантин не карантин у нас однозначно локдаун по моему с 3 часов в пятницу из валенсии запрещено приезжать куда-то там именно вот по валенсийской области в каталонии там тоже они сидят все у нас в общем очень многие сейчас закрылись вчера была на улице вчера ходили в поликлинику вот поэтому по всему безобразию и подтвердилась информация о том что все детские площадки все спортивные площадки снова обернуты вот этим всем как это такой лента чтобы ее не рвали в общем куда нельзя заходить и чем нельзя пользоваться в общем опять закрыли вот эти все площадки также как весной этой 2020 года никуда сейчас нельзя ходить я сейчас перестала честно сказать я не знаю что там в школе я сейчас никуда не хожу у нас должны были быть экзамены я не пошла я больше переживаю сейчас за свое здоровье и вот этот вот весь какой-то год он мало того 2020 был очень странный нагрузка большая учить как положено не учат ходить туда чтобы сидеть значит занятия у нас должны быть два раза в неделю ходить один раз в неделю разговаривать очень сложно потому что все в масках и половина лучше понимаешь вот эту вот по артикуляции по мимике и когда не видно губ очень сложно ловить только на слух мне по крайней мере я не знаю какому как кому уже тем более на уровне b2 вот и сидеть там с открытыми окнами зимой сейчас были здесь сильные холода часто конечно же нет были очень сильные холода и сидеть 8 вечера очень прохладно горный воздух морской сидеть с открытыми окнами дверьми полностью на продуваемом вот этом вот на территории не спасает никакие пуховики ничего потому что раньше мы в прошлые года приходили и холодно было сидеть даже с отоплением а это получается сидеть и терпеть вот этот холод и я не знаю что там не как-то мне нельзя простужаться мне надо беречь свое здоровье вот видите как я буду береглась вот аккуратнее держаться всяких вирусов простуд в связи с моим там rs кто меня смотрит кто знает так что да кстати кто мне пишет я вот сегодня опять прочитала вот выиграть не знаете типа оля еще собирается снимать видео по поводу гипотериоза тип у нее канал о гипотериозе нет блин у меня канал не о гипотериозе я об этом говорю чуть ли не в каждом видео мне уже заколебали этим вопросом я рассказала просто вариант свой как я помогала себе и как я поддерживаю поддерживаю это и эта тема не будет постоянно во всех видео я канал кстати феврале будет как я веду уже канал четыре года неужели вы считаете на самом деле что четыре года я говорю то как гипотериозе блин я переезжала в америку мне есть что рассказать об испании первое мое видео было об испании я столько всего рассказывал про америку про знакомство с иностранцами про менталитет американский и испанский сравнивал с нашим я показывала рассказывал столько всего интересного мне кажется на канале каких-то фактов своей жизни лайфстайл люди продолжают меня спрашивать о том что я вот снимаю о гипотериозе и когда я буду опять о нем снимать я не намерена о нем снимать если допустим у меня будут какие-то случаи единичные я их покажу скорее всего где-то расскажу может быть в какой-то распаковке iherb но мне кажется все принципы основные я уже перечислила этого достаточно основное остальное можете идти искать на других каналах просто такие люди они заполняют мой канал у меня начинает падать статистика они подписываются и сидят ждут видео о гипотериозе то есть они добавляются видео никто не смотрит видео где я рассказываю о своей жизни видео где я показываю какие-то проблемы которые сейчас меня волнуют блин это так смешно я себя вообще не воспринимаю вот вот в таком вот виде я какая-то как будто знаете мне брауда как будто мне емельян брауда блин расковырял все губы и я сижу и как бы вот это результат того что я накачала себе губы ужасно я себя вообще не представляю с такими губищами вот если может когда-то я думала сделать знаете такой татуаж вокруг под цвет губ чуть-чуть чтобы стал шире сам объем вот этот вот не вот это вот сюда объем а просто чисто визуально потому что меня мои губы в принципе вообще-то устраивают ну вот это вот безобразие это конечно атас просто я как будто попала к мяснику вот давайте буду на этом заканчивать я вас люблю целую что у вас своих других видео я надеюсь мы с вами адекватно нормально поболтаем и вы не будете обзывать меня внизу в комментариях потому что я смотрю на себя мне самой смешно и поговорим внизу в комментариях и не забывайте ставить пожалуйста свои лайки и подписываться потому что 80 процентов меня смотрят без подписки вот а это как бы кидает вниз мой канал мою статистику и мне очень очень печально я у меня начинает падать настроение конечно и падать мотивация снимать потому что я стараюсь я каждый раз нахожу какие-то темы у меня тут исписано 4 блокнота с темами а мне просто не опускаются руки когда ты снимаешь очень много работаешь над контентом тебя не смотрят не продвигают вот как начал youtube продвигать одно мое это видео с гипотириозом вот и давай долбить всех получается этим гипотириозом я не знаю почему мой канал стал с этим и ассоциироваться хоть впору вообще закрывай удаляй или канал или видео начинай все заново так значит к теме моих губ спустя два дня я все-таки попала к врачу первые значит был прием у медсестры палата не палата кабинет называется ургенция это как типа срочное что-то как по скорой помощи но не скорой помощи в самой поликлинике было у меня просто стреляла висок болела голова и вот это все высыпала и значит она меня направила к врачу но к врачу не сразу на прием а сначала сначала короче чтобы он мне позвонил он не позвонил мы с ним поговорили рассказал как я себя чувствую и на следующий день он не записал меня вот вчера я ходила значит к нему приема мне еще раз посмотрел посмотрел нет ли меня во рту никаких воспалений в общем выписал мне вместо вот этой вот который я купила цикловир но она по любому нужно всегда нужно чтобы дома была цикловир от этого от герпеса он не в общем выписал головных болей парацетамол это вот тот который я сама покупала большая какая-то пачка вот такая вот это вот на 20 таблеток а там он не выписал там на 40 таблетка не всегда дают ее надолго держится долго ее хватает надолго очень сильная очень хорошая и парацетамол наш российский на 4 часа этот на 6 раз в 6 часов его принимать если болит голова или простуды или там боли какие-то кстати при пмс в общем ее тоже можно употреблять я раньше не знала здесь только в испании научилась очень хорошо испанский парацетамол помогает снимать какие-то вот эти боли вообще очень быстро действует минут за восемь за десять и вообще в шоке российский парацетамол мне так не помогает а вот этот стоил где-то то ли 380 то ли 4 евро а тот мне дали бесплатно такая пачка но я ее сейчас не нашла в общем это сторону и он мне выписывает вот этот вот горит назальная паста какая-то не паста помада вот но мазать ей нос губы и вот такой малюсенький тюбик в такой огромной пачки и значит это какое-то средство с вот этим вот в общем если кому-то надо будет вот действующее вещество вот это вот и это значит получился но мне бесплатно здесь три грамма это средство с антибиотиком он сказал горит этим мазать вот если вдруг будет продолжать беспокоить через пару дней еще раз ему позвонить он опять что-нибудь там придумает вот но он сказал что это типа не герпес что ацикловиром не надо мазать грифт вот эти вот пока не пройдет не более чем семь дней в общем сегодня выгляжу вот так вся в болячках но лучше уже так чем тот отек который у меня был это ужас вообще мне такого никогда то такой степени сильно не было в общем совсем буду прощаться не болеть если необходимо обращайтесь к врачу у нас конечно для врачей это вообще плево делает говно вопрос это вообще не считается проблемой тем более с такими вещами сейчас лучше наверное в россии или там украине лучше не ходить не обращаться лишний раз в поликлинику в плане того что сами знаете там опасно заразиться чем-то а здесь я просто стала переживать потому что герпес это тоже может быть неврологическое заболевание и мне не понравилось что у меня вот здесь вот все стреляло все лицо мне тянуло как будто и прям в нерв иголкой бил 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 и несколько дней и на следующий день вот это вот все произошло в общем я переживаю и из-за того что вот эти всякие я принимаю там значит мои лекарства мало ли что я не знаю что такое могло вот сейчас утро я только встала в общем давайте встретимся в следующем видео всем пока пока целую люблю